От пациента. Периодически сухой кашель и осиплость голоса на протяжении трех лет. Опноя во сне, кашель во время приема пищи. Консультативное заключение по представленным катетомограммам пациента 75 лет. Дата исследования 21 марта 2022 года. Область исследования. Грудная клетка. При мультиспиральной компьютерной томографии с использованием реконструкции в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях построения мерной реконструкции органов грудной клетки. Легкие расправлены, пневматизация легочной ткани неравномерна. Справа в S10 определяется зона массивной инфильтрации общим размером 70 на 40 на 71 мм. В зоне инфильтрации сохранена проходимость бронхов, сформированы массивные фиброзные тяжи, косой и горизонтальные плевры. На верхушках легких плевроопекальные наслоения. В обоих легких, преимущественно паракостально и в базальных сегментах, сформированы многочисленные фиброзные тяжи, участки локального пневмофиброза, консолидации легочной ткани. Ход и проходимость трахеи главных и долевых сегментарных бронхов не нарушены. Стенки их уплотнены. Средостень не смещено и не расширено, но образование в нем не визуализируется. Внутри грудные и лимфатические узлы не увеличены обычной формы и структуры. Жидкости в плевральных полостях и перикардии не выявлены. Свежих костных, травматических и деструктивных изменений не определяется. Выражены дегенеративно-дистрофические изменения грудного отдела позвоночника. Сформированы краевые остеофиты длиной до 16 мм. Сердце несколько расширено, преимущественно за счет левых отделов. По стенкам аорты немногочисленные кальцифицированные атеросклеротические бляшки. Диаметр аорты не расширен на протяжении всей зоны сканирования. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышленные лимфатические узлы не увеличены. В желчном пузыре конкремент диаметром 6 мм, плотностью до плюс 796 по Хаусфилду. Заключение. КТ-картина правосторонней нижнедолевой пневмонии, неравномерной пневматизации легочной ткани, участков локального пневмофиброза, хронического бронхита, атеросклероза аорты, выраженных дегенеративно-дистрофических изменений грудного отдела позвоночника, ЖКБ. Рекомендована консультация терапевта. 23 марта 2022 года. Доцент кафедры, кандидат медицинских наук, Котов М.А. Комментарии врача-рентгенолога. Справа в нижней доле есть зона массивной, по всей видимости, длительно существующей пневмонии. На типичную ковидную пневмонию она не очень похожа, но анализы на ковид нужно сдать. Именно она дает жалобы, которые и беспокоят. Также есть признаки ранее перенесенных воспалительных заболеваний, участки локального пневмофиброза, признаки хронического бронхита. С этим имеет смысл проконсультироваться у терапевта. Есть камень в желчном пузыре. По УЗИ его размер может быть больше, с этим лучше планового проконсультироваться у хирурга. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok